Приветствую всех! Часто на соревнованиях по робототехнике возникает необходимость быстро посмотреть значение датчиков, например, расстояние до объекта или значение черной линии. Также бывает нужно проверить, работает мотор или нет. В этом видео я покажу, как это можно сделать на месте, не прибегая к соединению с компьютером, а просто при помощи микрокомпьютера EV3. Для того, чтобы посмотреть значение датчиков, нужно зайти в третью вкладку интерфейса модуля EV3 и открыть первое приложение из пяти. Это приложение называется представление порта. Здесь можно быстро посмотреть, к какому порту присоединены датчики или сервомоторы. При помощи кнопок управления микроконтроллером EV3 нужно перейти к любому из занятых портов. И тогда можно посмотреть текущие показания, которые в данный момент получены с датчиков или сервомоторов. Чтобы посмотреть или изменить текущие настройки для установленных сервомоторов и сенсоров, нужно нажать центральную кнопку. Нажатие кнопки назад возвращает нас в основное окно приложений. Для примера установлю датчики в входные порты по умолчанию. Датчик касания присоединяется к первому порту. Датчик касания может распознавать три условия. Прикосновение, щелчок и отпускание. На экране мы можем видеть ноль. Эта кнопка датчика не нажата. И единица, кнопка датчика нажата. Датчик гироскопический по умолчанию устанавливается во второй порт. Стрелкой вправо переходим ко второму порту и можем видеть показания гироскопического датчика. Датчик гироскоп может измерять угол поворота робота и скорость поворота. При повороте датчика вправо показания датчика увеличиваются, при повороте влево уменьшаются. Также можно переключить режимы с угла поворота на скорость поворота. Для этого достаточно нажать центральную кнопку, переместиться при помощи кнопки вверх или вниз на нужную строку и опять нажав на центральную кнопку подтвердить действие. Датчик цвета соединяется кабелем с третьим портом. У датчика освещенности или цвета есть несколько режимов. Он может определять 7 различных цветов, измерять яркость отраженного света, а также внешнее освещение. При измерении яркости отраженного света можно увидеть разницу между красным и белым цветом. измерению яркости отраженного света можно увидеть разницу между красным и белым цветом. если переключить режим в измерение цвета, то каждому цвету будет соответствовать определенное число. Так красному цвету соответствует цифра 5, белому 6, если цвет не определен, отсутствует, то 0. Ультразвуковой датчик присоединяется к четвертому порту. Датчик ультразвука может измерять расстояние до объекта при помощи отраженных ультразвуковых колебаний. На экране можно увидеть изменение показаний ультразвукового датчика при изменении расстояния от датчика до поверхности стола. Если присоединить моторы в выходные порты и покрутить привод мотора, можно увидеть изменение показаний энкодера. По умолчанию два больших сервомотора присоединяются к портам B и C. Показания энкодеров можно посмотреть в градусах и оборотах. Продолжение следует... Иногда нужно измерить точное количество оборотов до какой-нибудь линии, по криволинейной линии или до объекта. Это можно сделать просто, если вручную прокатить робота по этому маршруту так, чтобы крутились колеса. В этом случае двигатель с колесом будет выполнять роль курвиметра, а показания будут отражаться на экране модуля. Также можно управлять моторами EV3. Приложение для управления моторами это вторая строка сверху в окне приложений. В этом приложении есть возможность управлять прямым или обратным движением любого мотора, подключенного к одному из четырех портов вывода. Существует два различных режима. В одном режиме вы можете управлять моторами, подключенными к порту A с помощью кнопок вверх и вниз и к порту D с помощью кнопок влево и вправо. В другом режиме вы управляете моторами, подключенными к порту B с помощью кнопок вверх и вниз и к порту C с помощью кнопок влево и вправо. Переключение между этими двумя режимами осуществляется с помощью центральной кнопки. Для возврата к основному окну приложения модуля нажмите кнопку назад. Продолжение следует... Также можно управлять средним мотором, подключенным к любому из портов. В следующем видео я расскажу как при помощи приложений микроконтроллера EV3 можно дистанционно управлять роботом, не прибегая к программированию. Если видео было вам полезно, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки и пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok